Девушки отдыхают Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодняшнее видео будет о покупках из магазина FixPrice за июнь месяц. Если вам интересно, то оставайтесь. Покупок было на самом деле немного. Все, что я прикупила, сейчас вам быстренько покажу. Первое, что я взяла, это вот такой пластиковый контейнер. Он идет с крышечкой. Очень удобный контейнер. Я такой уже завела, как домашнюю аптечку. Сейчас он мне нужен будет для моей работы, чтобы складывать туда какие-то принадлежности для маникюра. Я туда планирую, конечно, складывать. Схотела я также салфеточки. Там шли, значит, две упаковки по цене одной. Деликатно очищает, сохраняя естественный баланс кожи. Софткейн называется. Здесь 30 штук. Честно говоря, я еще не открывала. Пахнут они довольно-таки приятно, свежо. Немножечко такой травяной запах. Взяла их для того, чтобы закинуть в машину. Всегда пригождаются влажные салфетки в машине. Те, кто часто там бывает, и вообще, ну, те, кто за рулем, постоянно ездят, меня поймут. И также я схватила вот такие большие, уже вот такую большую упаковочку салфеток. Это у нас протект, эффективная санация рук. Не содержит спирт, нейтрализует бактерии, содержит витамин Е для смягчения и увлажнения кожи рук. Здесь уже 50 штук. Антибактериальные. Эти салфетки я планирую использовать уже в своей работе, непосредственно для очищения кожи рук, во время маникюра, педикюра и так далее. И вообще, мне такие салфетки нравятся еще. Ими удобно протерять. Первый раз я взяла вообще в фикс-прайсе жидкое мыло. Я взяла мыло с экстрактами восточной хурмы и миндаля, увлажнение, нежный уход. Это жидкое мыло фирмы Soft Legend. Состав смотреть даже не буду. Ну, написано, что это нежное крем-мыло, экстракт хурмы, содержащий антиоксиданты и витамины, укрепляет кожу, сохраняет ее здоровый и привлекательный вид. Честно говоря, я ориентировалась только на аромат. Аромат действительно очень приятный такой, слегка химозный, но совсем чуточку. Мыло я еще не использовала, но я уже вижу, что оно очень жидкое, прям как водичка внутри, скорее всего, вам тоже видно. Думаю, расходоваться будет неэкономично, скорее всего, быстро закончится. Но, в принципе, что еще требуется от мыла? Главное, чтобы оно хорошо очищало. И не сильно сушило кожу рук. Надеюсь, сушить не будет, но потом в пустых баночках я обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями. И еще, что я схватила, это вот такая бамбутковая шкатулочка. Она идет с таким красивым цветочным принтом. Цветочки здесь коралловые. Сейчас я немножко пошуршу. Открою вам, покажу. Здесь идет вот такая вот застежка, так скажем, на резиночке. Сейчас я ее открою. И внутри такое вот пространство. Я, конечно, эту шкатулочку планирую использовать в личных целях. Думаю, не стоит озвучивать. А вообще, мне кажется, ее можно использовать для принадлежностей каких-то письменных, допустим, карандашей, ручки хранить. Либо можно использовать как ключницу. Например, если при входе у вас стоит какой-нибудь комодик типа или тумбочка, положить туда вот эту шкатулочку и уже туда складывать ключи и ее аккуратно закрывать. И каждый день, например, просто оттуда брать ключи, когда уходите на работу и так далее. Также, мне кажется, здесь можно хранить какие-то косметические принадлежности. Может быть, карандаши для губ, карандаши для глаз. Какие-то мелочи типа точилок, например. В общем, каждый может найти для себя применение. Пахнет деревом. Никакого химического аромата нет. Довольно-таки такой приятный деревянный запах. Древесный. Вот такая вот покупочка. Кстати, здесь, наверное, еще можно часы хранить. Я сейчас подумала. И последнее, что я схватила, меня просто поразила эта вещь, это вот такой блокнот. Я просто в него влюбилась. Блокнот идет My Travel, то есть Мои путешествия. И здесь нарисован такой саквояж и различные достопримечательности с различных континентов. Внутри странички такие вот сероватые. Я люблю такие страницы, потому что, ну, мне кажется, что когда вот страницы в блокноте такие прям белоснежные, это немножко для глаз не очень, ну, лично для меня это не очень приятно, когда пишешь. И потом это все рябит в глазах, и как будто глаза устают быстро читать с такого блокнота, либо записывать даже. А здесь вот мне понравилось то, что странички такие серенькие, приятненькие, как будто немножко застаренные. Здесь нарисованы также чемоданы уже современные на колесиках, и здесь как будто бы марка приклеена. На всех страничках этот рисунок повторяется. Все странички вот такие в полосочку. И что удобно, здесь кольца, то есть можно сделать какие-то заметочки и сразу оторвать листочек. Обложечка сделана очень плотно, она такая вот жесткая, как книжечка. Естественно, фон мне очень понравился, он такой девчачий, нежно-голубой, в горошек. И здесь у нас сзади тоже Эйфелева башня, если видно. Очень приятный блокнот. Блокноты вот именно такого плана там идут в нескольких сериях. Это вот посвященный у меня путешествиям, также был посвященный блокнот цветам, называется My Garden, мой сад в переводе. Также был блокнот посвященный... Так, чему же был посвящен? По-моему, мои записки что-ли, что-то типа такого. Там нарисованы различные тетрадки, ручки, блокнотики, тоже интересно. И, кстати, внутри каждого блокнота тоже там рисуночки различные. То есть, например, в блокнотике, посвященном цветам, внутри нарисованы цветочки. Все очень тематично. Далее был такой блокнот My Kitchen, моя кухня. Туда можно записывать рецепты, и внутри также фотографии различных блюд. И блокнотик был, по-моему, My Computer. Мой компьютер. Там уже нарисован компьютер. Блокнотов таких достаточно много. Я считаю, что это выгодная покупка именно в магазине FixPrice, потому что в других магазинах блокноты такого плана стоят намного дороже. Раза в три, даже, может быть, в четыре. Поэтому я очень довольна этой покупкой. И, ну, я очень люблю блокноты, наверное, вы уже заметили. Вот. И поэтому я была просто счастлива найти такой блокнот. То, что он будет в моей коллекции. Вообще, для чего я его планирую использовать? Я уже вам говорила, по-моему, в прошлом видео про покупки из FixPrice, то, что я хочу начать блокнот, в котором буду записывать различные афоризмы, вырезки, может, из каких-то статей, журналов, книг. И, возможно, я буду как-то интересно это все украшать и оформлять вместе с вами. Так вот, я про это обещание не забыла. Это все будет. Но со временем. Сейчас я пока коплю материал. И, скорее всего, начну уже потихонечку снимать такого рода видео. Так что, надеюсь, вы наберетесь терпения и дождетесь моих таких вот видео со всякими интересными выражениями, фразами и оформлением этого всего. На этом все. Это были все мои покупочки из магазина FixPrice. Хочу сказать, что сейчас у нас в магазине FixPrice все стоит 45 рублей. И, к сожалению, не знаю почему, многие магазины FixPrice в нашем городе, я живу в городе Казань, многие магазины начали закрывать. И я не знаю, с чем это связано. Возможно, будет просто один какой-то большой магазин FixPrice. Возможно, их просто уменьшают, ну, их количество по городу. Не знаю, будет видно. Но, надеюсь, что не исчезнет FixPrice в нашем городе. И хотя бы один-два магазинчика останутся. Но я вот для себя нашла такой хороший магазинчик, где большой ассортимент всего представлен. И пока держу дорогу туда, если мне что-то нужно по мелочевке. И вообще, если что-то хочется вот такое прикупить для настроения, так скажем. Вот. Ну, все, я закругляюсь. Спасибо вам большое за внимание, за то, что были со мной. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. Вступайте в Инстаграм. Также вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Инстаграм, если еще не подписаны. Света вам, тепла, гармонии. И до встречи в новых видео. Пока!